Компактных кроссоверов сегодня на рынке огромное количество. Хоть как-то выделиться из общей массы непросто, но производители стараются. Как раз сейчас некоторые бренды подготовили несколько новинок. Узнаем, какие авто мы скоро увидим на наших дорогах. В Корее представили новое поколение гибридного кроссовера Kia Niro. Под капотом бензиновый двигатель объемом 1,6 литра и электромотор. Суммарно они выдают 140 лошадиных сил. Коробка передач, шестиступенчатый робот, привод только передний. Отличительная особенность модели. Особенный режим, который по умолчанию переводит авто на чистую электротягу в так называемых зеленых зонах, жилых кварталах. Информацию об этом машина получает от системы навигации. В Niro вообще много экологичного. Например, отделка салона выполнена из переработанных обоев. Окраска для дверных панелей не содержит вредных примесей. В ближайшие несколько месяцев модель появится в Европе. Наш рынок пока под вопросом. Зато на российский конвейер в этом году встанет обновившийся компактный кроссовер Skoda Karoq. Он значительно прибавил в габаритах и получил современные опции. Например, оптика уже в базе будет светодиодной, а в топовых версиях даже матричной. Также в стартовой комплектации будет предлагаться цифровая приборная панель. Под капотом, скорее всего, останется привычный атмосферник на 1,6 литра и наддувный мотор мощностью 150 лошадиных сил объемом 1,4 литра. Прием заказов на модель будет открыт в первом квартале этого года. Китайский производитель Havail показал свою новинку. Брутальный кроссовер Kuga, что переводится, как это ни странно, крутая собака. У него подчеркнута олдскульная угловатая внешность. Но, несмотря на агрессивно внедорожный вид, автомобиль будет предлагаться только с передним приводом. Под капотом полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 184 лошадиные силы. Пару ему составляет семиступенчатый робот. На внутренний рынок КНР кроссовер выйдет до конца этого полугодия. Возможно, позже доедет и до нас, ведь его старший брат Havail Dargo будет не только продаваться, но и собираться в России. Как видим, каждый производитель идет своим путем. Корейцы завлекают зелеными технологиями. Китайцы акцентируют внимание на дизайне. Ну, а чехи просто делают средний массовый продукт, чтобы угодить всем. В любом случае, главное, что нам будет, из чего выбрать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!